Главная зимняя забава – катание на коньках. Ледовые катки в нашем округе уже в полной готовности. Самые популярные среди горожан в парке Малевича и Раздолье оснащены всем необходимым. Теплые раздевалки, пункты проката с новыми коньками, рядом есть тюбинговая горка, пиццерия, ярмарочные домики. В связи с непростым уходом за льдом они являются платными, но это того стоит. Здесь уже царит настоящая зимняя сказка. Кроме того, в округе есть бесплатные катки. Например, в парке 1812 года. Здесь совершенно немножко другой каток. Это 90 квадратных метров, это такой семейный каток. Мы вообще считаем этот парк такой камерный, маленький, когда все друг друга знают, он такой уютный. Это для каток, для проведения соревнований между дворами, домами, между маленькими командами. Залиты катки и возле домов культуры в Назарьевском горках, вторых – Ершовском. Излюбленное место жителей Одинцова – легендарная баранка. Приятный сюрприз ждет и посетителей парка Захарова. В ближайшее время здесь тоже будет своя ледовая арена. Насладиться подвижными играми можно и во дворах. Уже сейчас из запланированных 37 выполнена заливка 24 площадок. 37. Дальше у нас, ну, примеры заливки видим на экране. В настоящее время работы по заливке на 13 катках в дворовых территориях проводится. Снежная подушка подготовлена, укатана, значит, первый слой, пролит первый слой. Ну, дальше у нас, конечно, случились аномальные снегопады. Заливку продолжать в такой ситуации было невозможно. Как только погодные условия установятся, все работы по подготовке катков продолжатся и завершатся до Нового года. Уход за ними будет осуществляться муниципальными службами. Но график обязательно надо разъяснить жителям, прокомментировал глава. Нужен график и уборки катков, и заливки катков. Жители об этом тоже должны знать. Если нет снегопада и нет аномальных погодных условий, то у нас каток заливается что там? Два раза в неделю, один раз в неделю, утром, вечером. Когда это происходит, ну и, соответственно, какими силами. И, возможно, даже сможем указать и старшего за заливку, чтобы можно было общаться или подсказывать какие-то вещи. Практически готовы и спортивные катки. На стадионе «Спартак» в Звенигороде, в деревне Чепряково, в Барвихе, Старом Городке и других населенных пунктах. На них обязательно разметка. Мы разметку делаем, у нас три катка основные. Это «Спартак», это «Старый городок» и Чепряково. Там, где у нас проходят командные игры, либо там наш чемпионат, наши команды играют. Потому что там есть инфраструктура, там есть раздевалки. Это три катка, которые имеют огороженную территорию, которые закрываются с теплыми раздевалками. Катки заливают и чистят в вечернее время после закрытия. Они обслуживаются учреждениями спорта. Глава поручил по возможности обустроить все ледовые площадки теплыми раздевалками и пунктами проката.